Европейские выборы идут полным ходом. Первыми на участке для голосования отправились жители Нидерландов и Туманного Альбиона. За Великобританией в Европейском парламенте 73 места. По последним опросам консервативная партия премьер-министра Дэвида Кэмерона замыкает тройку лидеров, уступая лейбористам. И партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража, главному фавориту выборов. Последняя выступает за выход Британии из ЕС и ужесточение иммиграционной политики. И хотя на нынешних выборах вопрос о членстве страны в ЕС не поднимается, тема отношений Лондона с Брюсселем доминировала в предвыборной кампании. Европейский союз в настоящее время слишком завезан на своих принципах внутри самого ЕС, а мы здесь на острове от всего от этого как-то отдалены. Я думаю, мы не получим выгоду, если выйдем из ЕС. Нам нужна Европа. И все же большинство местных избирателей проявляют практически холодное безразличие к голосованию. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос, заданный корреспондентом Евроньюз, дает политический аналитик Дэвид Ли. Я думаю, евроскептицизм находит отклик в Великобритании, потому что есть достаточно избирателей, которые не чувствуют особой выгоды и пользы от членства в ЕС. Для них Евросоюз – нечто чуждое. Явка на европейских выборах в Великобритании, где в этот же день избирают представителей в местные органы власти, ожидается невысокой. Корреспондент Евроньюз из Лондона. Премьер Дэвид Кэмерон обещал провести референдум о членстве в ЕС, если одержит победу на выборах в следующем году. Поэтому скорее грядущие парламентские выборы в самой Британии, а не нынешние европейские, станут отправной точкой в дальнейших отношениях Соединенного Королевства с Евросоюзом. Лондон.